Всем привет, дамы и господа у микрофона, снова мистер Чейзер, вы смотрите мой же сплей канал, ну и наткнулся я тут в стиме на игрушку под названием Wargroove, или же Wargroove, назвать как хотите. По сути, это у нас пошаговая стратегия, пошаговая тактическая стратегия, если быть точным, которая лично мне очень и очень своим визуальным стилем, она мне очень напомнила игрушку старую, которая еще выходила на мобильных кнопочных цветных телефонах под управлением операционной системы Java. Эта игра называлась Ancient Empires, как первая, так и вторая часть, я помню, очень дико задротил, хотя я не особо люблю пошагово тактические стратегии, ну я больше парил таймовым, мне они больше нравятся, но тем не менее, та игра мне очень понравилась, очень приглянулась, ну Ancient Empires, первая, вторая часть, я имею ввиду, и я прям-таки очень долго залипал в них. Ну а вот вышла Wargroove, которая очень и очень напоминает ту самую Ancient Empires, так что давайте посмотрим, что она себя представляет, и честно говоря, по скриншотам она мне очень понравилась, и даже загорелся желанием пройти ее для канала. Как бы, хотите ли вы увидеть прохождение или нет, ну, посмотрим по вашим просмотрам. Дождливой ночью, внутри замка Черристоун. Эта погода меня как-то пугает, ты слышал? Отставить, это просто гром. Но, эм, я пойду проверить ровный зал. Эй, меня подожди. Хм, ха, трусы, пугаются, те не оставляют свои посты. А, уже геймплей пошел? Прикольно. Добраться до короля будет несложно. А вон он, совсем один в своих покоях. Очень удобно. Не стоит лишний раз отвлекаться на стражников, так будет быстрее. Хотя, несколько несчастных все-таки стоят на моем пути. Начну-ка с этого. Так, давайте-ка продолжим. Как всегда, меня начинают отвлекать, как только я сажусь что-то делать. Так, левую кнопку мышки выбирать. Ну, классика. Так, атака, да? Ну-ка. Опа. Да-да-да, все так же как и менюшка появляется со сражениями. Тут у нас как бы один боец стоит, да, да, может быть в пачке не один, а 10 бойцов и так далее. А время пришло, а моя дочерь пора узнавать правду, ну как же ей сказать? Это не она ли, случайно? Да нет, это какая-то... Это зверочеловек какой-то, да Буду двигаться в сторону покоев короля А нам сейчас... Это тупо сейчас обучение, да? Типа, иди туда, делай это Я понял Мерсия давным-давно Когда Чернистоуна еще не было Хм, нет А он думает, типа, что сказать дочери Прикольно Так, третий ход, поехали Легхотня какая-то Да-да, что-то как-то Too much easy О, стражники Это ваш кунец Отлично, готово Они там даже дух испускают Однажды было королевство Под названием Какофония И была война, известная как Великий Разлад Не, король, не надо не с этого сюда Надо с сути, мне кажется Так, поехали Дверка зак... Ну, мы можем ее сломать, да? Ну-ка сюда ожидания А знаете, что еще мне эта игра напоминает? Игрушка была Warsong называлась Или Langreaser Офигенная на Сеге была Это время слишком тяжкое Ох, Берсия Если помните Warsong Или же она в Японии называлась Langreaser Ставьте лайк Эм, а замок-то не маленький На экране обзора я могу посмотреть, насколько он большой Мне лишь нужно выбрать свободу и клетку И нажать обзор Обзор А, даже так мы весь уровень можем посмотреть Этот экран покажет мне мои задачи и статистику Блин, как же много людей неприятное Хотя большую их часть я могу просто обойти Как и сказано в задачах Я здесь ради короля Теперь можно закрыть этот экран и вернуться к заданию А можно мы просто сейчас пить и к этому Теперь надо убрать еще некоторых страшников и продвинуться к покоям короля Не, ну этого надо, мне кажется, убрать Потому что он нас запалит И поднимется тревога Нормально, минус, стражник Не, начну издалека Моя дорогая синичка Я должен тебе кое-что рассказать Блин, король Как-то слишком плохой ты отец, если честно Так, ожидания Что-то как-то мало На мало клеток двигается наш главный герой сейчас Рассказать долгую историю о том Что произошло давным-давно Так, уже седьмой ход Нифигасим, долго находимся Так, атака Удобно, что здесь двери закрыты Никто не видит, как мы сражник от Миссис Вообще не напрягаемся Так, ну вот и подошло время, Карваль А, давным-давно Почему прошлое нельзя просто оставить позади Потому что нет Король, я пришла Наконец-то Ты, как ты Что? Зигарит Люди такие хрупкие Ты хоть понимаешь, что ты натворила Ты даже начнешь войну Войну? Жалкие детские терки Где ключ? Он будет... он не будет твоим Ключ в надежных руках Вне досягаемости чудищ вроде тебя В надежных руках Прежде чем ты умрешь Тебе стоит понять Против меня нет ничего надежного Миссис Ты совершаешь ошибку Молчать О, она какая-то злая Ключ все еще не у меня Он близко Я его чувствую Что, король Рип, да, кажется? Ну, бывает Победа Ну, это обучение было Отличная работа, принцесса Ваше умение обращаться с клинком Не перестает совершенствоваться Спасибо Все хорошо, Цезарь Это просто стражник Господин Эберик Это важно? Ты мешаешь принцессе заниматься Мой господин Король Король убит Че? Нет Отец Я извиняюсь Мерсия Мне очень жаль Кто это сделал? Сэр Нападение судей посередине Совершил вампир Фальхеймский легион Принцесса Мерсия Убийство вашего отца Это объявление войны Нам нужно оборонять королевство Войны? Значит, началась война? Ну, логично Поздравляем В кодексе доступна новая запись о Эмерике А где кодекс? Кодекс Мерсия Мерсия Господи Это принцесса Ой-ой-ой-ой Только присоединяются в роли правителя А, мы типа уже все правители Да, Эмерик Могущественный маг Цезарь Это пес Так, Волдур какой-то есть Рагна Зиг А, вот Зигарит Это она, высший вампир Да, Рагна Кто это? Волдур создал Рагну А, так это Он создал Тебя, да? Прикольно Ох, сколько ж у вас здесь много всего Ё-моё Персонажи Ладно, погнали В деревню какую-то Неуверенная Мерсия Проходит свое первое испытание В качестве правителя Прикольно Несколько месяцев спустя Поздравляю с коронацией Королева Мерсия Эмерик Ты правда считаешь, что я готова быть королевой? Даже не сомневаюсь Вы дочь своего отца Надеюсь, ты прав Ваше высочество Разведчики в Фольхейме Пересекли границу Они здесь? В Черистоуне? Пойдем Я справлюсь Уверен в этом? Блин, корова Корона упала Парень, ну вы хотя бы Там положите куда-нибудь А, ну или так Стоите, ваше высочество Ваша корона Ты очень полезный парень Беги за мной Первый ход Эти скелеты Войны Фольхейма Мы должны победить их всех Чтобы защитить эти земли Нам нужно напасть на ближайший отряд Старохорубов Нашим отрядом мечников Да, надо покончить с этим побыстрее Так, не, ну я играл в Веншин Дэп Парс Я знаю, что на деревьях защита лучше За скалах еще больше На дороге защиты вообще нет Вот плюс три А тут плюс один Эй Блин, реально это напоминает В Веншин Дэп Парс Ребята, вот один в один Если кто играл на Джаве В Веншин Дэп Парс То он меня, думаю, понимает Мы заметили число Ой, вы заметили число Которые появились рядом с отрядами Побывашим в бою Да, рядом с каждым из них Какая-то циферка Эти цифры Показывают здоровье отряда Они появляются Если Стоит здоровье упасть Ниже 95% Цифра 5 указывает на то Что у отряда страхорубов Осталось около 50% хп Да, у моих мечников 80% Поняла Так, давайте нападем Другим отрядом мечников Давай Правда, прикол в том, что Они сейчас Ну, 57%, да Шанс нападения хреновый Моя королева Позвольте вас отвлечь Когда вы выберете цель атаки Над головой отряда Покажется превью урона А, это Сколько урона мы нависим А, не какой шанс На успешную атаку Превью урона Показывает, сколько урона Нанесут оба участвующих Боевого отряда Звучит удобно Имейте ввиду Что здоровье отряда Значит не только то Насколько близки они К поражению Чем больше урона Получит отряд Тем меньше урона Он будет наносить сам Значит полностью здоровый отряд Самый сильный Именно Но ваши мечники Справятся здесь без проблем Ну, да Так и есть Эй Убейте их, парни Хорошо Так этим скелетам Они даже дух испускают Что прикольно Так, еще появились враги Еще нежить Видимо они Так просто Не сдадутся Так, ну че Покажем весь свой Тактический гений О, подкрепа Прибыло подкрепление Как раз вовремя Смотрите Похоже нам на помощь Пришел новый вид войск Копейщики Наверное Это отличная возможность Научить вас Критическим атакам Чему У каждого отряда Есть специальные условия При которым он наносит Больше урон Мы называем это Критическими атаками Никогда не слышала Я переживаю тебя И королева Об этом очень просто Узнать побольше Позвольте рассказать вам Как узнать условия Критической атаки отряда Правой кнопкой Ох, ё-моё Это экран сведения клетки Здесь мы можем узнавать Полезные сведения В выбранном отряде Здесь указано Самое важное об отряде Так, копейщик наносит Критический урон Когда стоит рядом с другим Понятно Вы можете открыть экран сведения В любом отряде Поверхности или постройке Используйте это возможность Чтобы научиться Окей, будут заглядывать Сведения почаще Можете закрыть окно Как будете готовы Так, дай-ка мне посмотреть Так, носят критический урон Если рядом ещё копейщик То есть они типа в фаланге стоят, да? Так, они сильные против Ну, скелетов, да Против каких-то там вот ещё тварей Носатых Ясно Нам следует послать Отряды копейщиков в бой вместе Я поняла Не, ну это логично, да? Итак, мы поставили Наш первый отряд копейщиков Теперь давайте Пойдём на страха Руба Втрым отрядом Ну я понял Вы если стоите рядом Типа вы атакуете лучше О, 120% Позвольте ещё раз Обратить ваше внимание На превью урона О, стрелочка мигает Отличное наблюдение Мигающая стрелка В превью урона Хороший знак Он означает Что урон от атаки Будет критическим Парни Вперёд Убьём нежить Это благодаря тому Как стоит первый отряд копейщиков А второй отряд Нанёс критический урон А быстро учитесь Если ваши копейщики Будут держаться вместе Вам обеспечено Преимущество в нападении Если встретите Незнакомый вид войск Не забывайте Смотреть условия Его критической атаки Что ж Больше я не умешаюсь Победите Оставшиеся войска В Польхейма Спасибо, Эмерик Без тебя я бы не справилась Да Да Так А мы сюда не можем Ё-моё Так Ну тогда давай Мы нападём Отсюда, да? Да Эй Вперёд, парни Напинаем скелетом Так, они два хп сносят Так Блин, а вы тоже отсюда не можете? Хреново Ладно, давай Прям с дороги нападём Просто защита ноль На дороге Ну ладно, мы их добили И этого достаточно Блин, классная игра Реально, компьютер на Ancient Empire Ай, парни, больно Держать строй Держать строй Чёрт побери Отлично Ну, видимо я не совсем смор Как раз немножко в тактике понимаю Мы всех победили Отличная работа, моя королева У нас получилось Хорошее начало Но фальхиима это не остановит Нужно быть на чеку Они вернутся? Ну конечно С войском побольше А, целая куча скелетов Именно Но и многих других Я забыл уже о том, что у вас мало опыта с ней житью Обычно в Чарли Стоуне так спокойно Я никогда вообще не видел здесь мертвецов Но теперь они идут к нам И они не повернут обратно Армия мертвецов Среди них есть и живой Во время наших уроков мы говорили об их правителе Волдуре Живой человек И могущественный некромант Я не забыла Что ж, нам стоит двигаться Мне жить уже наверняка движется к следующей цели Эммерик Думаешь, сам Волдур придет через Стоун? Есть Да, ваше высочество, я уверен Какой самый уверенный дядька, да? Блин, офигенная игра А, ты только добежал Ваше высочество Стойте Беги-беги, давай, марафонец Мы тебя потом отправим на Олимпийские игры И будешь у нас тут главным бегуном Так, отлично Максимальный рейтинг Так Запись о Мерсии новая в кодексе Ничего мы там про нее знаем Ага, история характер Понятно Так, подожди-ка А, на ВСД можно Ох, ни хрена себе Ох Да, здесь много где можно будет повоевать Так, ладно, погнали на следующую миссию Вторжение фальхимских отрядов набирает обороты Здесь не ходят музыки и шоу бы нехило Очень подошло бы Нет, силы фальхимия вторглись в Черри Стоун Нужно что-то делать Ну, держим все земли, что сможем А может, если... Не так быстро А ты еще кто? Я та, кто тебя побьет Прибьет и убьет Зови меня Рагна Эм... Эм... Ну, окей Дерись, давай! Серьезно? Ты какая-то больная на голову А, ой Они могут дома ломать? Интересно А, или... А, они их захватывают Я понял Ну, это да Это было в Ancient Empire Там надо было захватывать фермерские угодья И вы получали инком Ну, денюжку Видели? Войска фальхимия только что захватили деревню на западе Теперь они точно попытаются захватить нейтральную деревню на востоке Нам надо им помешать Ну, тогда помешаем? Нам повезло В нашем распоряжении есть черестонские рейнджеры Рейнджеры войска, которые могут атаковать врагов издалека Давайте переместим их на позицию С которой они могут атаковать все проходящие мимо вражеские отряды Звучит как план Это куда-то... А, ну да, интересно С этой позиции рейнджеры могут атаковать всех врагов, имеющих запада Когда захотите закончить ход, выберите пустой Да-да-да-да-да А мы можем строить? У нас же есть вот вроде замок Мы там типа можем войска строить А, вы же не забываете проверить условия критических атак отрядов? Нет Хорошо, тогда вам известно, что рейнджеры наносили критический урон Когда атакуют стоя на одном месте Давайте прикажем отряду рейнджеров выстрелить страхорубов, не перемещаясь Это вроде как логично, да? Так, клетку, с которой мы будем нападать Так как нам нужно, чтобы рейнджеры не двигались, надо выбрать ту же клетку Понял Атака Критический урон Блин, анимация в игре вообще классная, мне нравится Очень плавная такая, пиксельная анимация Получилось! Да, мы победили эти отряды, но бой еще не окончен У врага есть казарма, она позволяет врагу нанять новые отряды К счастью, у нас тоже есть казарма Нужно выбрать ее и нанять новый отряд Окей, сейчас сделаю Так Казарма позволяет нанимать три типа отрядов Мечники, копейщики и рейнджеры Именно Но сейчас наша казна не может себе многое позволить Я могу только мечников нанять Даже один мечник способен повернуть исход битвы Давай наймем мечников Давай Нанять Ну блин, ребят, это Ancient Empire Серьезно Я все это играл Я знаю Нейтральные деревни там, да И прочее Я знаю это Классно Заметьте, что казарма позволяет нанимать только один отряд заход Точно запомним Так-то, ну есть в принципе, да У нас в принципе две деревни Сейчас третью захватим А у противника всего одна деревня Так что они точно в меньшинстве Выберите новый отряд мечников и покажите ему захватить деревню Так, захват А ну отдавайте ваши пожитки Все во имя королевы Отличная работа, моя королева Деревня приносит доход 100 золотых каждый ход Поэтому они чрезвычайно полезны в бою Точно Чем больше золота, тем больше можно занять войск Именно А еще отбив деревню на западе у врага Мы сможем снизить его доходы Чтобы захватить вражескую деревню Ее для начала надо победить Тогда пожалуй на ему еще отрядов И прокажем эти стороны деревни Так, сейчас можно копейщиков Некоторые отряды могут быть полезнее других В захвате построек вроде деревень Я бы посоветовал вам использовать копейщиков С их удобной критической атакой Окей, найму-ка копейщиков и пошли к деревне Кстати, да, два отряда копейщиков Здесь вообще пригодятся идеально просто Так, лучники пусть пока стоят Сейчас два отряда копейщиков И вся эта свора войск пусть идет вперед Опа, подкрепа Черт подери, эти противники У них подкрепление Северно спешит подкрепление Они наверняка попытаются продвинуться К вашей северной деревне Могла бы я догадаться, что так просто Они нам не дадутся Советую не оставлять северную территорию Без присмотра Да, оставлю какой-нибудь отряд Тогда надо Наверное, мечников туда двигать Так, копейщиков сюда И еще копейщиков О, рейнджеры дорого стоят, нифига себе Интересно Так, отряд лучников, отряд мечников Думаю, там справятся сверху Лучники вообще, на самом деле, идеально тут стоят Просто идеально С их, этим, критическим уроном Они просто все отряды будут Стрелами нашпиговать А, нет, и смотри, живые еще Нифига себе Это неожиданность Ну, давай их добьем, парни Вот и все Готово Так, копейщики Давайте с этими ребятами Надо деревеньку захватить И еще сделаем, наверное, рейнджера Деньги позволяют Наконец-то вливание в казну пошли Так, ну они тоже строят войска В принципе Хитрые Так, давай Сюда надо их передвинуть И пусть они стоят Так, отмена Ты с нами идешь Так, ты здесь Ты здесь Отлично Ну, а ты давай, наверное, уже так А, стоп А, ты не можешь так, да? О, у тебя надо сначала походить А потом? Да, интересно Так, давай мечников еще наверх Нас должно быть больше, чем этих гребаных скелетов О, ну ты, конечно, умный С дороги нападать, да? На отряд в лесу Защитой 3 А ты получай по зубам теперь Сынка слявым Так, ну эти парни, думаю, выстоят Ну Да Выстояли Практически полностью померли Но выстояли Ну, отдача какая жесткая, да? Из-за того, что два отряда рядом Круто Так, ну тут надо разобраться У нас отряд мертвый, на самом деле Атака Так, давай отряд вот этот добьем Который самый жесткий Надеюсь, вы его убьете Отлично Так И вот этот отряд надо бы отправить сюда Далее Вот этих надо, ребят, завалить Чтоб наши копейщики продвинулись дальше L значит логика T значит тактика S значит сморг Все нормально Ща вам покажу тактику и стратегию, ребят Так Еще мечников давай сюда, наверх Поехали Следующий ход Ну-ка, покажите костлявые, на что вы способны Ой, лучников месят Это хреново Кольца рип А, нет, смотри, живы Они могут отдачу давать? Да Лято будут стрелами месит их Нифига себе Ой Так, господа копейщики Пожалуйста, живите Отлично Так они урон наносят больше Потому что два копейщика рядом стоит Классно Так, надо вот этому вот молодому Передвинуться сюда Вот этому Сюда И производить захват Открывай, сова Медведь пришел А, они еще стреляют? Нифига себе Это вы прикольно придумали Так, атака Конечно, крит урона не будет Но хоть что-то А, так вы их добили Отлично Так Атакуем Согласно расписанию Отлично Так, вот этого месчика Можно сюда двигать А вот этот пуст Тут стоит В кустах Отлично Вроде как преимущество На нашей стороне Сейчас деревню захватим Только и будет вообще Замечательно А мы можем Деревню атаковать Да Ну-ка, поможем нашим ребятам Выбьем этих скелетов Из этой деревни А ну выходите На честный бой Вы костлявые Ну так-то лучше Че? Это вообще как? Отлично Вы выбили врагов Из поселения Теперь, чтобы обратить ее Свою Вам надо это поселение Захватить Все ясно Захват Так, парни Заходим Ну теперь инком На нашей стороне НЕТ Хорошая работа Без поселения У врага не останется Источник дохода Заметьте, что после захвата Здоровье построек Неполное А если точнее Здоровье у захваченной Постройки будет Ровно половина здоровья Того отряда Что и захватил Угу То есть если отряд С 40% здоровья Захватить деревню Значит у нее будет 20% Верно Теперь, чтобы полностью Выбить врагов Из этих земель Нам следует уничтожить Их казарму Окей Сделаем это Ну и мы это и реально сделаем О, на скалах Вообще там защита Четверочка Отлично Так, конец хода Так, ну насколько я понимаю Скелеты даже до деревни Не дойдут А, не, дойдут Ох, йо Дошли Ну ладно Хотите сказать Они сейчас ее и захватят Нет А нет Получается они сначала Должны сбить, да А потом Захватывать Ну тогда Прощайте, костлявые Сегодня не ваш день Так, парни Давайте двигаться дальше Так, значит Надо шестеркой захватывать Я понял Чтоб у этого У фермы было Здоровье 3 Угу Отлично Так они по воде могут ходить А тут будут наги Как в Варсонге Или нет Которые отлично по воде воюют Блин, мне прям захотелось В Варсонг поиграть Ну или Лангриссер Как ее еще известная игра То есть она по двумя названиями Либо Варсонг В европейской версии Либо Лангриссер На японской Восстановить 53 Чего восстановить А, мы в деревне Можем восстанавливать силы Ого, круто Не знал А это вы мне не подсказали А на воде защита 2, кстати А, или это не защита Это, наверное, опасность, да Типа больше урона будешь, наверное, получать Стоя на воде Ну, в принципе, логично А, чертовы скелеты Да С леса нападать, конечно, сподручнее Так, ну-ка, валите их Только по деревьям не стреляйте А то еще духи леса какие-то разозлятся там Не знаю Так, и добьем его Тут один скелет остался А у вас двое Добейте его Отлично Так, парни Самое время двигаться дальше Ну, что-то как-то мало места для передвижения Ну, ладно Мы очень-очень медленно продвигаемся Но поджимаем противника Так, ну, минус отряд Что ожидаемо На воде не без потерь, как говорится Так, не, это мне не надо информация Атака мне нужна Мне надо этих скелетов выпилить Ну, у них защита хорошая Они будут живы Угу Так И Сейчас мы их добьем У нас тут сейчас крит урон Два копейщика в отряде Отлично Так, подожди, а можем мы сюда? Да, наверное, можем Ну, давайте сначала так атаковать Тук-тук Откройте Неплохо 4 хп сняли Ну и сами 4 хп потеряли Так Ожидание Тут стойте Лучниками надо как-то помочь Но они, блин, через этот лес пока пройдут Мы уже сами замок захватим Давай тут ожидание сделаем А тут атаку Развай А, подожди, они ж не рядом стоят Ё-моё, я протупил Ну ладно Провтыкал, провтыкал Я что-то подумал, что они рядом будут стоять Ладно А, ты можешь атаковать или что? А тебе надо подойти Да, надо подойти Ну, добейте их Ага, готово И сюда Ну так, иди А, а ты может О, ты отсюда атаковать можешь? Класс Давай Я думал, далековато для вас Как Рубин Гуду, блин, из леса нападаем Так Сюда мы встать не можем Да, или можем Можем, да Давай атаковать отсюда Тут же хорошая позиция Защита плюс три Открывай, Сова Блин, парни Держать строй Может быть, вам вызвать кого-то еще там Рейнджеров, я не знаю Денюжка-то есть Так, мечников надо как-то убрать сейчас отсюда Вот сюда И атакуем А, ну они сейчас рипнутся, правда Но ничего Ничего страшного Так Хотя как это, ничего страшного Нам сюда надо как-то поставить, да? Хреново Атака Хреново Мы зашли в тупик какой-то сейчас Не можем дальше продвинуться То есть нам надо как бы атаковать, да? А, хотя подожди, мы можем атаковать У нас что-то там рядом копейщик стоит, да? Все, погнали Валим Открывай Вот и все Нет Добыть же я такого не может Эмерик, у нас получилось Отличная работа Клац, клац, клац Отвянь Клац, клац, клац Я сказал, отвянь Что? Да туалет уже Ой, это ты? Ага Я не собиралась тебе мешать? Да не мешаешь ты мне, я тут в засаде лежала Эмм, ясненько Заткнись Эмм, ну погоди у меня Ну нормально Вот конечно затянулась немножко, но нормально Новая запись Так, ну че, ребят, давайте сделаем небольшую остановочку Захоронимся и выйдем Игра офигенная Я как сказал в начале даже загорелся желанием ее пройти Я бы ее даже кстати прошел Мне вот теперь надо у вас спросить Вам это интересно или нет? То есть хотите ли вы от меня прохождение или нет? Обязательно напишите в комментариях Ну, а сейчас мы подведем какие-то итоги Плюсы и минусы Так, первое Что в игре хорошо сделано? Естественно, это ее визуальный стиль Вот эта вот пиксельная графика Она просто отличная Она выделяется У нее очень плавная анимация И она просто офигенная То есть давайте напишем именно Графика Вот именно графика мне очень нравится Дальше, что еще нравится Это музыка такая ненапряжная И в принципе приятная на заднем плане Далее, что игры еще хорошо Так это то, что у нее Ммм, как бы так сказать Давайте напишем мое любимое слово разнообразие То есть видите, здесь есть Компания, которая вы проходите Из-за него какие-то пазлы Я еще не знаю, не открыл Аркадный режим какой-то Есть многопользовательская игра Кстати, что тоже приятно, да Можно с друзьями поиграть И всякий пользовательский контент То есть можно Видите, тут мастерской стима, наверное Тут создавать свои карты компании Можно клево То есть то же самое, что было и в Ancient Empires Там тоже можно было карты свои создавать Это было реально офигенно Причем в игре очень много всякого кодекса Можно почитать Много всяких там картинок посмотреть и так далее То есть вот можно это дело открыть Там, саундтрек можно тоже послушать То есть в игре реально с разнообразием полный порядок Что у игры еще хорошо Так это ее core gameplay механика То есть ее пошагово-тактическая вот эта составляющая Она реально отлично сделана Она, собственно, берет то же самое, что и было в Ancient Empires Первой и второй части На Java еще, в которой выходили На мобильных телефонах кнопочных Это было реально так давно Но такие же классные игры были И, соответственно, она это хорошо использует Мне очень приятно было поиграть в эту игру На протяжении получаса Очень приятно Вот прямо я реально заговорился Желанием ее даже пройти Со всей моей нелюбовью По шагово-тактическим стратегиям Что в игре еще, наверное, хорошо Ну, не знаю Наверное, давайте отдельно выделим Многопользовательский режим То есть наличие мультиплеера То есть это прикольно Можно с друзьями поиграть в онлайне Можно на одном компе поиграть Кстати, вот это мне очень нравится Такое выигры сейчас редко встретишь Как-то так Какие минусы можно у игры взять И выделить? Да, наверное, никаких Серьезно Пока что я никаких минусов не вижу В игре куча контента Разные режимы игры есть Есть всякие дополнительные галереи Кодексы, где можно прочитать обо всем Очень красивая и плавная анимация Саундтрек классный Ну и вообще игра классная Так что минусов никаких я, наверное, выделить и не могу Рекомендую ли я игру к ознакомлению? Да, конечно Тем более, если у вас есть денежка лишняя где-то завалялась Обязательно купите игру Поддержите разработчика Чеклфиш Они просто проделали отличную работу Сделали отличную игру Соответственно, я вам нацепно рекомендую с этой игрой ознакомиться И тем более купить Поэтому ставлю, естественно, зеленый палец вверх И напоминаю, если вы тут впервые не подписаны на канал То самое время это исправить Подписывайтесь Буду всем и каждому рад Нажимайте на колокольчик Чтобы он уведомлял вас о выходе новых видео на канале Обязательно напишите свое мнение в комментах Поставьте царский лайк Ну и не забывайте про нашу группу ВКонтакте По ссылке в описании заходите Там много всего интересного из мира видеоигр И не только На этом все Всем удачи И всем пока, ребята Субтитры сделал DimaTorzok